И снова всем привет, друзья! С вами Шиморо и добро пожаловать на первый взгляд игры под названием The Cooling. Ребята, игра представляет из себя голодные игры воплоти. И вся цель игры, в принципе, это голодные игры. Давайте, ребята, перейдем в меню, посмотрим вообще, что у нас здесь имеется, будем делать свои выводы. Поехали! Когда мы попадаем в игру, мы попадаем в главный экран персонажа. Вот он мой персонаж, я его уже предустановил, сейчас покажу, как это сделать. Здесь есть меню лодаут, соответственно, где ты можешь выбирать какие-то предустановки. То есть, например, мили випом, это перки, да, ты можешь выбрать перк. Чем я играю там, допустим, чоппер, да, 20 мили рейдж тайм атакс will all access. То есть, расстояние удара, соответственно, с топорами у меня на 20% меньше. То есть, мне не нужно подходить близко к игроку, насколько я понимаю, да. Там быстрое копье, которое увеличивается, то есть, когда мы держим копье, у нас увеличивается movement speed и так далее. Маньяк. Reduce all damage taken by 25 while holding any eggs. То есть, когда мы держим топор, соответственно, на нас мы получаем меньше на 25% дэмэджа и тому подобное. Не знаю, какие обилки лучше выбирать, ребята. Давайте, наверное, поставим, я не знаю, что-нибудь с луком есть. Хотелось бы скрафтить лук и, соответственно, погонять с луком. Ладно, давайте поставим копье на 20%. General offense. Hills pull increased by 15 points. Пускай будет такое. Увеличенный объем здоровья. Leg day. Это, соответственно, на 10% увеличена скорость бега. В общем, ребята, очень много всего. А вот для боу, кстати. Полет стрелы. Давайте arrow velocity поставим. Да, давайте arrow velocity. Давайте попробуем скрафтить лук с вами, когда мы будем сейчас каточку катать. И, соответственно, уже сделаем что-нибудь с этим. Это наш, ребята, airdrop, который приходит к нам. Я как понимаю, да, который мы вызываем. Мы можем выбрать здесь определенные виды обилки. Например, хочу вот такой вот лук, чтобы мне падал, да. И так далее. Удиви меня. Или рандом. Давайте, пускай падает лук. Например, outfit. Это то, как выглядит наш персонаж. Здесь ты можешь выбрать skin color. Тип, соответственно, какой у нас персонаж будет. Далее ты можешь выбрать волосы. Различные. То есть у меня здесь, например, такие есть волосы. Ну, там здесь мало предустановок, в принципе. Ну, давайте оставим вот так, например. Рубашка. Ну, понятно, что рубашка есть рубашка. Я поставлю вот такую. Давайте, наверное... Давайте, да, такую оставим. Рубашка, джинсы и все прочее. Все это, соответственно, можно тоже, ребята, выбрать. Но это не самое главное. Самое главное находится в режиме free for all. В режиме teams. И в практике. Практику рекомендую пройти. Я не буду сейчас снимать вам практику, ребята. Это, в принципе, можно сделать тому, кто заинтересуется игрой. Ну, а мы, ребята, посмотрим сейчас режим free for all. И, ну, командный, это рандомная команда подбирается. То есть с другом здесь поиграть, инвайчи его, как я понимаю, пока нельзя. Мы сейчас находимся в очереди. И, соответственно, должны будем подселиться куда-нибудь. Давайте еще посмотрим на обилочки, пока у нас идет загрузка очереди. Так, категории перки. Перки. General offense. Это защитные перки. Перки для здоровья и стамины. А может быть мы лучше что-нибудь такое. Health pool. Stamina pool increased. Killing an open interest. 25% после того, как ты... Опа. Восстанавливает 1% здоровья каждые 5 секунд. Давайте вот это поставим. Регенератор. Давайте все поставим на это. То есть health pool и регенерацию здоровья. Никаких у нас увеличенных обилок не будет. А это интересно. General defense. То есть мы можем выбрать. Смотрите, мы выбираем, ребята, слот и какой мы будем менять. То есть здесь у нас movement speed. Давайте оставим movement speed. Я думаю, будет интересно. Arranged weapons. Ладно, я не буду никаких обилок, ребята, применять к оружию. Кстати, это очень интересно, да, вариант? То есть ты можешь выбрать, что ты хочешь. Что можешь быть вообще весь на defense, например, да, заточен. Там 100% damage и 100% fall thrown weapons. Golden arm. То есть если я чем-то кидаюсь, например. Давайте я golden arm сделаю. Если я чем-то кидаюсь, то у меня увеличенный damage и... Офигенно. То есть, допустим, я сделал ножик, ребята. Я хочу его в кого-то метнуть. Соответственно, у меня увеличенный damage и полет. То есть точность. Это очень круто. Это очень круто, ребята. Время очереди у нас минута 38, 39, 40. Давайте подождем, ребята, и там уже приступим. Ну что ж, друзья. А у нас начинается матч. Мы попадаем с вами в какую-то коробку. А из этой коробки после того, как мы выберемся, начнется самое интересное. Соответственно, сами голодные игры. Опа. Здесь у нас валяется палка. Итак, как происходит в игре, ребята, крафтинг. Мы имеем с вами на земле, смотрите, кучу камней, палок и так далее. Ну, во-первых, я хочу, например, взять вот этот камень в руку. И чтобы получить нож, мне нужно найти другой камень и потереть их друг от друга. Да, ребята, это удивительно. При потерении камня друг от друга мы получаем нож. Но это не самое интересное. После того, как я получил этот нож, я хочу получить топор. И, господи, после того, как я потру нож, а камень, я получаю топор. Удивительно, скажете вы. Ничего удивительного. Это The Cooling. Ладно, не в этом дело, друзья. Дальше мы берем с вами палку в руки. Палку в руки. Кстати, если я потру топор об палку, ничего не получится. Поэтому мы берем просто вторую палку в руки и, соответственно, движемся дальше. Далее я хочу сделать бандажик. Чтобы сделать бандажик, мы делаем бренч. Это затратит у нас еще 5 крафт-поинтов, которые вы видите в левом нижнем углу. То есть, после того, как мы получаем, соответственно, эти поинты, мы сможем с вами крафтить. Давайте попробуем восстановить. А, Recycle for one funk. Recycle это, видимо, выносливость восстановления. А, подождите. Мы можем с вами взять один поинт еще сверху отсюда. А здесь? Funk for life. Здесь мы эти ресурсы, короче, тратим. Так, подождите, а я могу так восстанавливать кучу раз, что ли? Recycle for 4 funk. Восстановите еще 4 funk. А, то есть, кто взял эту зону, ребята, тот, соответственно, может себе вот эти вот поинты восстановить. А, переработка! Я топор свой переработал! Господи! What the fuck I done? Ребята, вы этот момент не видели, никому не рассказывайте. Ну, вообще, я не играл. Я один раз зашел, просто на практику посмотрел, и все. Поэтому, это же переработка. Recycle. Господи, то, что у тебя в руке. А я думаю, что он перерабатывает там? Ладно, давайте возьмем вот здесь дроп. И камень. Буду с ножа пилить бомжей. Если найду. А, не показано, кто кого именно убил. Вот это хорошо. А, вот. Оппонент был убит. Только что нам сказал комментатор матча. Ножик мне надо сделать? А это что такое? Кэл Трапс. Как ниндзя, да? Окей. Я понял. Бандажики у нас есть. Давайте пробежимся вот сюда, посмотрим, что здесь есть внутри. Кто-то был убит с миле оружия. То есть, если мы находим вот такие помещения, получается, их лучше пролутывать. Бандажик или шашка? Давайте шашку не будем брать. Давайте шашку не будем брать. Еще шкафчики же есть. А у нас слотов, ребята, нет, чтобы, конечно... Так, медкит. Давайте медкит лучше возьму. Лучше возьму медкит вместо бандажа. Видите, что за фигня, да, ребята? Мне приходится постоянно выбирать, что я буду носить. Это довольно интересная тема. То есть, мне постоянно предоставляется выбор. Но миле оружие основное я свое бросать не буду. Хорошо. Здесь очень много, наверное, опытных игроков. Так как мы с вами не очень опытные, я думаю... А, мы же можем переработать то, что нашли. Перерабатываем говно. И, соответственно, я смогу что-то... Лучше шашку я возьму, ребята. Да, давайте сделаем так. Так, логично теперь все. То есть, ты лутаешь вот это помещение, например, да? Нашел всякого говнеца. Тебе что-то из этого не нужно. Ты подошел и переработал это все. Я хотел бы лук, ребята. Я хотел бы лук сделать. Но для лука нужны определенные ингредиенты. Ладно, это что такое? 100 фанка мне нужно для того, чтобы призвать свой аирдроп, который мы с вами выбирали. Уже понятней становится, да? Ну, а где замесы, интересно? А где замесы? Как мне кого-то найти и убить? Вот что мне хотелось бы. Это зона. Видите, барьер. Это барьер. То есть, за этот барьер лучше не заходить. Что мне не нравится в игре сейчас? Не нравится, то есть, ну, не очень приятно, скажем так. Во-первых, не очень приятна анимация. Анимация в игре очень чопорная. Я видел и трейлеры, и видел много чего еще. Но анимация в игрухе просто отвратительна. Но, как бы, это лично мое мнение. Главное, в играх геймплей все-таки, а не что-то связанное с графикой или анимацией. На мой взгляд. Но все равно, анимация для меня вот в таких игрушках очень важна. Мне хочется как-то приятно чувствовать оружие в руке и так далее. Видите, просто дергается туда-сюда. Тадым-бадым. Так, мы еще получаем с вами поинты. Нам бы набор лучника, ребята, получить. И было бы классно. Здесь везде валяются какие-то кости, еще что-то. Я не вижу бомжей на карте. Я не могу посмотреть, сколько нас осталось, человек. То есть, где-то это есть параметр? Нет. 19.43. То есть, 20 минут еще будет длиться выживание. Насколько я понимаю, да? У меня есть труба и больше ни черта. В игре, кстати, их отличная система боевки. То есть, мы можем поставить блок. Мы можем оттолкнуть оппонента. Мы можем с вами, получается, контратаковать после блока, оглушать и так далее. То есть, есть бэкстеп-удары, то есть, удар сзади там и прочее-прочее. Все это в игре имеется, поэтому это, в принципе, момент довольно интересный. Random airdrop! Нужна взрывчатка, чтобы открыть. Ну-ка, давайте проверим это. Взрывчатка. Оу, как мне больно было, ёпта. Нож. Оба-на! Сейчас кому-то под ребро пойдет. С лука кто-то палит? Не видел. Да, кто-то слу... Ах ты, сука, лучница! Ах ты, сука, лучница моя! Ах ты, сука! Ах ты, сука! Там сзади еще, пацан. Че, косой, да? Ну, давай. Опытный какой-то пацан. Так, стоп. Вкалывай! Ах ты, сука, так не полечишься! Ох, ребятки! Меня забьют просто до смерти сейчас. Вот это гадость! Тихо, спокойно. Уходим. Уходим, ребята. Надо в колодца. Ну, давай! Давай, сучонок! Ах, сейчас мне звезды, ребята, раздадут. Понятно, здесь нужно сражаться. Видите, о, получается не просто так все. О, он битнул в меня. Сука! Ах! Еще раз. Я немножко почитал по поводу обилок и решил попробовать вот такой вот старт сделать. Решил немножко посидеть, ребята, поразбираться в обилках и выбрал вот такие вот обилочки. Арморер. Start match with body armor in your inventory. То есть, ты начинаешь матч, соответственно, с броней в инвентаре. Start match with a backpack in your inventory. То есть, мы начинаем матч, когда у нас будет с вами, соответственно, дополнительный рюкзак. И reduce damage with all weapons, traps and explosives. Я думаю, это тоже крутая обилка. На 10% painless мы оставляем. Давайте проверим, что у нас из этого получится. Поехали! Ну что, ребята, а у нас начинается новый матч. Давайте проверим эти обилочки и посмотрим, что мы можем сделать с этой штукой. Так, хорошо. Мы начали. У нас есть броня. У нас есть, видите, полные слоты инвентаря. Соответственно, можно крафтить, делать все, что угодно. Это очень круто. То есть, броня на теле, это тоже, я думаю, поможет как-то. Давайте сделаем с вами, наверное, через копье будем играть. Да, давайте проверим, что здесь нужно. Так, чтобы сделать копье, нужна палка и нож. Значит, сначала мы делаем, ребята, нож, а потом мы делаем уже копьишка. Копьишка. Так, это Caldrops. Caldrops это уже одна из разновидностей ловушек. Нам нужно сделать вот так. Копье штука крутая. Копье работает на дальних дистанциях. Это очень радует. Поэтому давайте сделаем так. Лук делать можно. Можно посмотреть стрельбу из лука, кстати говоря. Я в практике немножко посмотрел. Ну, какая-то она очень странная. Я не знаю, если десинхроны в игре будут, то, конечно, это будет не очень. И давайте облутаем вон то помещение, которое у нас имеется. Если встретим здесь бомжика, а, я буду очень рад. Так у нас слотов очень много разных. Это хорошо. Это меня радует. Вроде бы я здесь один. Вроде бы в этом помещении я один. Так, 50 фанк ту опен. Ни хрена себе. Там что за лут такой? Так, забираем стамину. Нашли фанки, ребята. Это как раз ресурс, который нам нужен. И проходим выше. Так, вот здесь что-то у нас открыто наполовину. Отслеживатель человека? 99 метров ближайший пацан. Рядом с нами. Слушайте, это крутая штука. Мэн-трекер. Если, кстати, мое основное оружие выбьют из рук, то все это давай до свидания. То есть ты остаешься без оружия, насколько я понимаю. Ближайший человек довольно далеко от меня. Давайте выследим бомжа. У нас есть девайсы с вами. Так. 73. Оба, там битва идет. Пацаны бьются. Посмотрите, камнями рубятся индейцы. Так. Давай, 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 вот этого. Давай, вот этого насадить. Вот так вот, маленький. Вот так вот, вот так. Вот хорошо. Вот хорошо, минус один. Что у тебя было? Что у тебя было, маленький? Где второе у тебя, это друг? Добили одного. 43 метра. Он знает, что от меня не уйти. Ну? 16 метров прямо над нами. Слушайте, интересная система, да, геймплея? Давайте чекнем. Ты же где-то прямо здесь. Ты что, в кустах прячешься? Слышь, бомжара? О, а вот и наши ники, ребята. Убийство. Так. Там написаны наши ники, кто и чем здесь занимается. Пока только два фрага, у меня и пацана. Нужно бандажи сделать. Людей мы отслеживать можем, в принципе. 99 метров. Это довольно дохера. Ладно, побежали дальше, ребята. Давайте посмотрим. Так, камешки. Может быть, лук сделать? Никто меня не видит? Никто меня не слышит? 99 метров бомжара. Так. Это где-то там. Это где-то вдалеке. Эйрдроп я вызывать сейчас не могу. Копье, кстати, как-то странная у него дальность. Топор давайте сделаем. Чтобы метнуть в эмбальник. Если что, потом за фанки продадим. Кто-то от меня бежит, ребята. Причем яростно. Яростно и быстро убегает. Ага, здесь. В здании, скорее всего. Аэропорт Калько. 60 метров. Здесь кто-то есть внутри. Надо чекнуть эту тему. Так. Ну и где ты, бомжара? Вот здесь вот? Он здесь все пролутал, сука. Там кто-то бьется. Кто-то бьется, ребята, рядом. Только кто-то с кем. Прямо рядом с нами. Ууу. А, слышите? Вот здесь. Прямо здесь, ребята. В здании есть бомжара. Ловушки ставит. Посмотрите, нифига он одетый. Вкололся быстро как-то. Кто такой вообще? Так, тихо, спокойно. Прокинул меня, сука, и побежал. Там еще один. Так, ладно, оставим его. Мне нужно восстановиться сейчас. Чтобы выживать, ребята. Так, хорошо. Там пацан раскидал ловушки. Давайте не будем сейчас рваться за этим бомжом. Восстановим стаминку. Мы же все-таки выживаем. Блин, ну для первого взгляда у меня ощущение по выживаемости. По выживанию, точнее. Офигенные, ребята. Атмосфера в игрухе своя есть. Но здесь, видите, все работает на, соответственно, лутецком. То есть не успел так же залутаться, как бы получил звезды. Мне палки нужны. А палок вообще нет. Нужны бандажи. У меня очень мало хп. Есть ли кто-то рядом с нами? Давайте чекнем. Только сзади. А вот и палка. Нужно сделать бандажик. Либо облутать другую территорию. Так. У многих уже по одному фрагу. Палка есть. Делаем палку. Хорошо, что у меня есть мэнтрекер, ребята. Очень хорошая штука. Правда, броня уже сбита. Это не очень хорошо. Нужны еще палки. Еще где-то бомжики живут у нас. Что? Нас не так много осталось, ребята. И все облутанные. А у меня лутецки бомжатские, ребята. What the fuck? Не очень хороший знак. Для меня. И плюс хп у меня не полное. Надо бы еще хп-шечку восстановить. И ловушек нет никаких. Ёлки-палки. Не знаю, правильные ли я делаю сейчас выводы, ребята. Потому что, в принципе, это мои первые опыты. Как вы видите, да? Ух ты. Бочка с фанком. Но зачем мне этот фанк, если... У меня нет ингредиентов, чтобы скрафтить. Отжимать у каких-то других бомжей? Только так, если... Ладно. Что это за взрывы там? Интересно, в игре есть огнестрел? Скорее всего, нет. Только бомбы. Но здесь уже все залутано. Видите, ребята? Вся карта... Такое ощущение, что залутано абсолютно. Да, мне не повезло с лутецким. Я прям чувствую это. Вон бомж. Вон бомж нас видит. Опа! Бомбы какие-то кидает. Давай, бомжара. Давай, бомжара. Давай. Тихо, нифига он бешеный. У него накидочка какая-то, что ли? Или я этого не чувствую? Давай. Давай, ёпта. Ах ты, сука! Один удар был! Гад! Гад! И тут подкидывается бомж. Ух ты, какая-то награда, ребята. Один удар, ребята, не выдержал. О, у меня какие-то награды, ребята. А, Лив Камум, это Сайкл Джекет. Вот этот пацан, конечно, видно, что опытный. Видимо, с закрытой беты, либо что-что. Он траппер, кстати. Мастер-крафтер и фастер-крафтер. Быстро крафтит. Мастер-крафтер и траппер у него обилки. Ммм, интересно. Надо на это тоже дело взглянуть. Черт подери. Это довольно весело. Ну что ж, друзья. Какие можно выводы сделать? Игра довольно интересная. Играется интересно. Я вот сейчас бомжа не добил, к сожалению. А чувак выжидал. В общем, впечатление довольно хорошее. Даже вот то, что мне не понравилась там анимация чопорная и так далее, это довольно... Как-то вообще не решает. Здесь геймплей тащит. Ребята, геймплей мне понравился. Я не знаю. Напишите мне так же, ребята, свои впечатления. Что вы думаете по поводу игры. Просто как бы так на первый взгляд. Да, ребята, в это можно играть. Если вы хотите еще серии по подобной игре, ребята, не стесняйтесь поставить лайк. Я еще для вас поснимаю, естественно. Так, что мы имеем? Мы имеем вот такие вот штаны. И мы должны иметь с вами рубашку. Там я какую-то рубашку выбивал, да? Т-shirt, мотоцикл, джекет. Во. Вот такой у нас бич получился. Посмотрите. Четкий и ровный пацан. Даются всякие разные, видите, штуки, когда ты побеждаешь. В общем, интересная игруха довольно. Что я могу сказать? Мне довольно понравилось. Спасибо за просмотр. С вами был Шимора. Подписывайтесь на канал. И всем пока, друзья. Удачи вам!